ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ангел на Б. Ангел вышел на Б в самый просто супер момент. Подожди, еще не все кончено. Нитро обходит с длины, забирает длину. Остается Ангел. Ангел последний из Б-плунта, по нему есть инфа. Один игрок уже заходит с рекламы. Ангел. Есть минус второго. И это 500-го топы. Как потеют Хеллрейзерс. Из последних сил просто. Кровь из носа. Ангел берет этот раунд. Очень-то и полны. Вот здесь уже можно выбивать. Так, Кучер. Хорош, хорош. Как он это сделал? В нужный момент собирается наконец-то Кучер. Есть инфа по симплу. Добьет. Минус Костылев. Кучер, что делает на этом ретейке, просто не описываем. А дрем последней стэшки. Бомбу надо дефить. Время мало. И нужен прослел. В дым срочно. И это произошло. Хеллрейзер с божьим чудом выбивает этот раунд, несмотря на то, что и бомба дыхузится за секунду до конца. Она уже пищала, ребята. Она уже просто пи-и-и, на взлет пошла. И тут все спасено. Вот кто это, Хеллрейзер? Они на шифтах, до контактов. Дым выходит всей командой. Минус Хика. Бэтлайн пустой. Симпл с АВП срезает голову Зеро. Это был бомб керри. Хеллпа очень далеко. Симпл неужели пойдет? Симпл выпрыгивает. Да, пошел. Врывается, но Оскар его контролирует. 4 в 3. Хеллрейзер сцепились в этот раунд, как в зубы. Самое главное, никуда не вылезать. Ангел встречает подарочного просто Нитро. Остается связка Адром плюс Элайдж. Но это, походу, ребята, ГГшечка. Неадекватное выбивание в исполнении ликвидов. Непредсказуемая атака в исполнении Хеллрейзер. И, уважаемые зрители, по-моему, это 22-20 Хеллрейзер окажутся в полуфинале своей группы. Они это могут, они это сделали. И карта ДДАС-2 действительно им сейчас импонировала на максимум. Элис последний в живых, но здесь уже клоузет раунд. 22-20 в упорной борьбе Хеллрейзер выигрывают свой первый матч. Ну, Крис Джей со скаутом. Один против двоих. Берет в руки TechNine, идет в дроп-рум. И, по-моему, он понял, что стоит против линейного дефенса. Так, подожди, это камбэк. Это камбэк. Это Крис Джей. 16-1, друзья. И под крики Юры камбэк. Ребята из UP просто пропускают TechNine голландца. И забирают игру. Маус Спортс, молодцы. Ладно, пока пистолетка. Второй половина. Ой, максимальная агрессия от Мейнлайна. И какой хэдшот. Вот и второй, вот и третий. Мейнлайн. Минус 3. Пушим банана в соло. Великолепный результат в его исполнении. Ну и для флипсайта эта пистолетка уже фактически похоронная. Через шорт ничего абсолютно не принес. Блэйд великолепная позиция. Если его не прощакут, он может что-то сделать. Как Блэй считает? Эту ситуацию обрывается. Делает один, второй, третий, минус 3 головы. Слетела с плеч американской команды. И вот вам, пожалуйста, Блэйд. Как и считались аутсайдерами в своей группе, так и здесь, вероятно. Так оно все и произойдет. Ну что же, мы видим пистолетка у нас на экранах. Опять-таки уже упоминали, что карта будет D-Overpass. И довольно любопытно. Элайдж сделал уже трипл-килл. Развалил кабинеты. Оставился последний он. Оставил. Какой-то шансик все-таки для фанатов команды Team Liquid. И неужели это будет Эйз? Вот только сейчас. Ай-яй-яй! Это Эйз! В первом раунде покарал. Вот так вот. Только что Элайдж показал полную доминацию на Team UP. Хеллрейзер здесь, конечно же, стик и кучер. Ой-ой-ой! Зеро! Просто в зеро урабатывает троих. P250 и трипл-килл. Байтит на себя, отвлекает внимание. Но его тиммейты опять не поддержали. Сейчас для Хеллрейзер самое важное не на кассипорить. Сейчас не получается. И есть супорт в планте. Есть супорт в планте. Это зеро. Зеро выбегает. Забирает. Бомб Кэрри. Надо забирать еще одного игрока на Форесте. Забирает его один на один против дома. Знает, где последний. Это может быть отворот от зеро. Вот это жесть. Какой трипл-килл. Самый решающий трипл в планте. Он зашел просто в дым. И никто не знал. И никто об этом не знал. Очень как-то так. Непопытно. Тут сейчас может быть... Мясорубочка, ребята. Парапубка сейчас может здесь быть. Правда, нет. Нет, нет. Оскара не начекали. Он сейчас может просто всех развалить сейчас. А я киберфокус в майнер торнамент. Нет, вот это жесть. Успел посмотреть. Стика и Ангел вдвоем против одного Спиди. Все можно поменять. Пытается делать фейк-дефьюз. На это не ведутся. А Шера давит Ангела. Стика последний погибает. Ай-яй-яй-яй-яй. И успевает с вертушки попасть по красному Стика. Как так-то прошло? Спиди успевает задефьюзить эту бомбу. Берет невероятный клач. Выкручиваясь из абсолютно наисложнейшей ситуации. Вот приведу пример. Если бы... Ох, тут еще и сюрпризом. Сейчас все будет. Не, Некс удали уйти. Ника подстраховалась коннектора. Есть минус в яме. И попытка здесь уже сыграть на этот выход. Пошел до конца. Некс повесил первую голову. Вторую. Что творит Некс? Вот это бронетранспортер. Забирает АВП. Два в два ситуации. И здесь важно не лезть. Бомба лежит. Некс. Некс попробует запрыгнуть. Уделить. В итоге его простреливают. Ноу скоб, дым. И ситуация 1 в 2. Игроки команды HellRaisers понимают, что Ника где-то скорее всего на А. И дышь божечки-кошечки. Что произошло сейчас на карте? Ой, какой тайминг может сейчас получиться. Два игрока спиной. Ник он выходит, увидел. Он увидел. И Ника просто все, что нужно делать. Ника это просто не топать, чтобы сыграть на максимум в этом раунде. И Ника идет по пятам. Дышит в спину. Ну тут остается только попасть ему. Ну да. И самое главное... Он без армора. Надо прям делать что-то. Здесь еще может быть сейчас, знаешь, мисс этот, мисс коммуникейшн. Нет, успел поставить бомбу Ангел. Стико один на один. Ника понимает и делает даблкил. Ника! Это просто самый невероятный трипл за этот матч. Отвечает Ника своим оппонентам из Hellraiser, что сдаваться парни не будут. И несмотря на то, что остались без экономики, рвать и метать готовы. Паника. Выход с КТ один на один. Стико будет бороться против Крижея. Капитан Летучий Голланде сможет сейчас оформить фраг, который должен принести ему поездку. 15 секунд. Стико должен ставить бомбу Крижея. Это понимает. Выходит на контакт. Стико в упоре понимает. Это Крис Жей. Выходит. Это один на один. Вот это Spider-Man. Это поездка на мейджор или топ. Это топ. И Крис Жей не берет самый важный раунд в этом матче. Вышел боком идущего, вообще ни о чем не подозревающего Насанга. Уничтожил Моу. Отличный контроль мейна. Дает даблкил. Казахский снайпер в виде третьего. А вот эта раздача. Моу. Вот так реакция. От снайпера команды Gambit Gaming. Жить, жить, жить. И никак по-другому. Под флешечку. Десант большие пески. Егор Маркелов Шокса не проверил. Шокс его спокойно отмувил. 2 в 3 ситуации. Численное преимущество за французской командой. Блэйд горит. На двадцатке еще один игрок. Позиции неудобные. Кэп старается на максимум. Как работает Блэйд. Лагает Демко. Лагает Гол ТВ. Экзистенс один на один с Вордледитом. Яскин на Тэкнайне. Нужно менять ситуацию. Экзистенс это 16-14. Какой хладнокровный капитан команды Gamer's 2. Просто жесть. Достал пистолет. Это был по-моему P2000. Из P2000 Яскина забрал. Вообще налегке. Боже, как обидно. Флипсайды остановились в шаге от овертайма. Федя, наверное, где-то заплакал сейчас. Федя, наверное, просто вышел на бар. Что же, друзья, на ваших экранах команда Флипсайд. Вот, несмотря на столь неутешительный для них результат, все-таки ребята еще имеют шанс взять слот. Но уже в БО-3 матч. Гранат нет. Асилиан чекает вину и понимает то, что игрок атаки просто ушел. И они будут играть в паре. Нужен смог. Нужен смог либо флешка. Флешка полетела в туалет. И первый минус за Асилианом. Остается играть там до последнего Катлер. Катлер играет против Плунта. Разбирает первая спрейдаун. Выходит второй моделькой Моди. Моди, что ты делаешь? Катлер. Вот это перетянулся. У ЦЛГ это Катлер, это Фагли и надежда только на Тарика. Ну вот как раз таки Тарик является той самой огневой мощью. И посмотри, что придумали ЦЛГ. Вот это Америка. Вот это стилек. Вот это сильно. Девятка умирает с буста. Девятка умирает с буста. И какой бы у тебя опыт ни был, ты ничего не можешь сделать. Еще одна подсадка Тарика. Прослеил Плунта. Вот этот брейкдаун будет сейчас для Искарь Гейминга. Тарик, не победим. Просто фантастически разыгрывают в последнем раунде ребята из американской команды Контр Логи Гейминг. Онлайн. Лан. Нас интересует только Лан. И пока у Денитос на Лане все получалось неплохо. Ооо, вот этот жрат потушил. Ах ты ж божечки, что делает? Практически эйс оформляет Шрауд. Четыре головы Тенскому также сбривает каску. Но при этом Тенскому повезло. 8% здоровья остается у Данского игрока. Но от этого король Вентрума Аскадудл какую точку поставил? В прыжке с Юспай с девятки спокойно забрал последнего красного игрока. Шрауда Дигл. Вот мне интересно, как, например, по пьяни бы сейчас общались с Дигнетас и Клоуднайн. Там знаешь, типа... Вот мы займем в трое МБ, и вы к нам не пройдете, американцы. Ответ от капитана команды Клоуднайн знаешь какой? А у нас Шрауд с Диглом. И вот Шрауд с Диглом! Поцелова Игоря сносит чердак Рубина. Вообще на изичах. А у нас Шрауд с Диглом, пацаны! Сдавайтесь! Ну тут, конечно, отвесил, отвесил на уровне. Что поделать, радует наш сегодня товарищ Шрауд. Ну понятно, понятно, что они не спешат. Времени абсолютно никакого нет. Здесь мне непонятно, почему Джейкос играет настолько медленно. Молк бьет и промахивается, промахивается. Джейкосов все-таки забирает. Фу получает Вайлендер. Тут же смотрит на плент. Бомба подобрана. Джейкосов уход. Хорошка, что-то залетело от Вайлендера. 8 хп остается. Ну просто нужно тащить. Давай. Бомба установлена. Все равно на бомбу вообще. Вайлендер играет на шифте. Да, Джейкос. Ну понял, времени-то не было никакого. Джейкос даже немножко попал по Вайлендеру, но нет. Это минус от Яна Рахканина. Дамы и господа, команда Гамбит выигрывает карту Датрэн 16-11. И попадает на MLG Коламбус 2016 с призовым фондом в 1 миллион долларов США. Да есть же ж, парни. Наконец-то поздравляем. Грува тоже поздравим. Был с командой. Молодец. Собрал этот коллектив. Ну и теперь просто нужно тащить, тащить и тащить. Посмотрите. Видно, кто поставил деньги. Прошу прощения. Камера просто была выключена. Нет, я... Разминал руку, да? Все хорошо. Все хорошо, друзья. Мне очень досадно, что австралийцы не смогли выиграть команду Гамбит. Гамбит, конечно, красиво. Красиво все сделали. При этом не расстраивайтесь. Болельщики австралийской команды. Они все еще не покинули турнир завтра. Ленин, не переживай. Просто товарищ Ленин очень толерантный человек. Он никогда... Вот мы с ним вечно спорим. Я говорю, что ты нормаль. Ты на Рустриме находишься. Играет рука команда. За кого ты должен болеть на международном чемпионате. Но явно же не за австралийцев. Поэтому все хорошо, ребят. Передаем слово нашим аналитикам. Через болото посмотрим. Первый ходжет от Хика. Ну вот снова Эндрихилла. Снова Хика. Да что же он делает? Ты посмотри, Хика продолжает раздавать. Делает. Уже два минуса. Бежит с ножом. Бежит. Просто режет третьего. Боже мой. Только после этого Стика разменивает Спенсера. Но черт возьми. Спенсер Мартин сыграл. Как Иисус Христос. Стик и Ангел вдвоем против четверых. Это уже провальчик на пистолетке. В одном моменте вся первая карта. Вот это да. Ну что же. Поехали дальше. В принципе, наверное, очень тяжело сейчас будет Стика и Ангелу. Но посмотрим. Может быть Стика за всю боль с Кириллом сейчас вытащит. Два в три. Уже получше после этого хэдшота. Стика за всю первую карту должен вообще сейчас просто собрать волюшку и тащить. Тащить. Тащить еще раз тащить. Ну, что тут скажешь. Вроде как, да. Минус от Ангела все-таки имеет место быть. Бомба вроде как на руках есть. Да, у Стика точно. Ангел посмотрел тылы. Никого там особенно не увидел. Ну, понятно, что на B-точке на прежнем находятся два игрока. Ангел это понимает, но слишком поздно. Не травяшься этому хэд. И Стиком остается один. Тоже на точке B. Вот интересно, почему шары не стянулись. Он там Айвика во втором раунде не купит? Айвика во втором раунде? А что там? 1500 плюс по 300 за килл. Плюс так дадут. Ну, может быть, если сейчас... 200 плюс. Нет. Не получится там. Не получится. Да и не самое это важное. Как бы там ни было, Стика вроде пытается сражаться. У Симпла 4 хп. У Адрена 58. Еще один фейк по установке бомбы. 17 секунд. На этот фейк никто не отведется. Стика открывается. Никого не видит. Еще один фейк по установке бомбы. Тут он Симпла уже и нашел. Только после этого начинает устанавливать бомбу. Адрена играет очень агрессивно. Спрыгивает на болото. Стика его слышал. И браво. Браво, Стика. Он выигрывает этот пистолетный раунд. Человек делает два раза больше фрагов, чем за всю первую карту. Да, точно. Это просто красавчик. Вот я призвал его сделать это. И он сделал. Что-то было. Ну, Заро уже мертвый. Ну, что же, есть ли гранатка какая-нибудь? Адрена не дает. Граната выходит просто с опенфрагом. Нитро кто-нибудь заберет или нет? Да как так? Не прочекали лестницу. Ну, что ж такое квадрокил от Нитро. 3-3. Вот это да. Красные позиции всех тушат. Ну, спасайте раунд, парни. Иначе Оскар вас всех возненавидит. Ты видел, как Илайдж сейчас забрал Ангела? Боже, он вообще не знал, куда спрыть. Последний момент, последними патронами. Он переключился на Карася и все-таки своим спреем его добил. Бедолага, Оскар в одиночном времени у него достаточно. Вроде как он уже разыгран. И вот он минус по Илайджу. Достаточно ожидаемо. Самое главное, что на точке никого нет. Оскар мог бы туда пойти. Если бы знал. Слышать должен. Чекает тылы. Не слышал. Чекает тылы. Адрена попадает. Юспом должен был добить. Но Оскар, боже мой. Даже не дал ему нажать на кнопку. Он просто с вертухи. Машина просто. Как второй Симпл рождается. Да, самая главная проблема, что по Оскару Адрена все-таки попал. Оскара 15 хп. Это огромная проблема. Симпл последний. Симпл риппер. В плане клатчера он тоже хорош. У Оскара есть одна попытка. Симпл скушал флешку, но тем не менее идет дальше. Очень уверенно через дым пытается играть. Понимает, что мало хп у соперника. Но Оскар просто ломает всю мораль команде Ликвид. Да что ж ты делаешь, чех-то. Приедешь, просто расцелую. ...на выстрелы Адрена. Да, 4 в 2. Классное преимущество. Ну, понимаете, да? Как-то быстренько все может растаять. Ну, Стика зря. Зря выходил через зигзаг, конечно. Адрена Тим воспользовался. Но Кучер как подловил Адрена. Хика дал размен ситуации. 1-2. Хика должен этот раунд вытащить. У Ангела 12 хп, у Зара 10. Хика такое не отдает. Что они пошли вдвоем выбивать вообще? Извините меня. Ну, ладно. Давайте досмотрим, конечно, этот эпизод. И еще сейчас... Ой, какой момент. Здесь самое главное сыграть синхронные вместе. По Хика попали. 87 хп. И он видел только одного. Да, Хика сидит. Тянет время. Открывается. Ну, как постепенно проседает. Подпускает игроков команды. Калмейдер. Все ближе и ближе. Десантируется в кт. Ну, и это возможность. Да ладно, 2 хп. Хика все-таки тащит. Нет, он должен был. После того, как его отпустили с плента, он должен был этот раунд на самом-то деле вытащить. Вот минус 2 от нитро. Ну, и все. По-моему, остается сейчас совсем мало. Ну, подождите. Стика, Зеро не сдаются. Дает минус 2. Это раунд 2-5. Видит ворота. Выключает еще одного. 2 на 2. Что происходит? Флешка влетает в Зеро. Прямо его будут давить до самого конца. Самое главное сделать минус. Но нет. В самый решающий момент Зеро ошибается. И немобильный Стика остается один. Его тут же запирают молотовым. Бомба точно будет установлена. При этом вопрос времени. Когда же там Стика спалится? При том, что он немобилен, подащить будет тяжело. Но невозможно. Сумасшедшая камбэк. Сумасшедшая победа. Симпл. Поздравляем с менеджером. Хик заслужил. Красавцы, парни. Мега камбэк. Таймаут от Бога, как говорится. Тактикал пауза. Просто великолепно. Ну, и HellRaisers просто готовы кого-то убить. Это... Спасибо ребятам за выступление. Красавцы. Были близки. Но чуть-чуть. Просто чуть-чуть не хватило. Главное, линии не отдаться. Это флипсайд понимают. Если у Яскина все в порядке, то по первой линии у него информации нет. И один прослел от Болтза может поставить тупик для Георгия. О-о-о. Грязь. 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 Опять грязь. Одна грязь. Везде грязь. Что творится? Что происходит? Болтз. Он что, не понимает, где ворлд Эдит находит? Он делает первый минус, если он заберет этот раунд, друзья. Это Габелл. Это просто статист. Что творится? О, мой бог, Хенни. Это просто жесть, друзья. Это... Это провал. Как так-то? Темпа-шторм. Не смогли понять, куда делся ворлд Эдит в дыму. Но JDM'а забревают без шансов. Тарик не палится, но позиция у него очень хорошая. Он может превратить столовку бомбы. Так и получается. Бомба отлетает. Он может сделать второй минус. Тарик! Да, делает второй минус. Отлично. Тарик играет. Как господь бог. Хейз от Сфагли. Тоже включается в игру. Вешивает по хэдшоту. И вот такой вот быстрый раунд падает. Тарик. Красавчик. В гейминг. Минус три. Игра в верхней линии. У соперника. Что, сейчас будет сбор урожая на бэпленте. Шрауд. Шрауд. Детка просто трипл дает. И шрауд. Грязь. Это просто жесть. Шрауд попал в двоих. В троих. В троих сразу. Ну, с ВП. Ну, с ВП. Там был дабл. В троих. Трипл. Он в троих попал, но не убил. Жесть. Есть невероятное количество дыр на карте кэша. И атака, если правильно этими дырами распорядиться, то пистолеточку можно забирать. Сейчас бы спросить у совета. Совет у Тони. Тони. Возьмут ли пистолетку австралийцы? Воспользуются ли дыркой в защите? Итак, выход на бэплент. 1-1-1. Расстановка сил команды Калуна. Грязный Сопов. Грязный Юра. Грязный Сопов. Так. И... О! Шрауд. На манеже все те же Шрауд. Два сумасшедших хэдшота. Только у Стива умудряются сделать сумасшедший ответ. 1-1. Стюи на пленте вместе с бомбой. Перестрелка. И Стюи в опасной ситуации. Его может сейчас замовить у Стива. Сложный момент. Но все-таки Стюи ставит хэдшот. Боже, какая пистолетка вырисовывается. Невероятная развязка в этом раунде. Так. Американцы очень, знаешь, предусмотрительно подошли. Процесс убивания. 3-3. Молотов за B3 падает. Спунч красный. Есть еще один минус. Нужен экшен. В исполнении. Ого! Два в одного. Бомба на мэн. Поработали-то АВПшники. Привет! Коктейль Молотова. Горит! И это просто жесть. Джекс дает спрейдауном. Два фрага. Оба в голову. Минус деньги. У Клоуд Найн 14-13. И Ренегейтс вернулись. Но самая ситуация, что и в предыдущем раунде. Они сейчас на власке от смерти. Висят Шрауд. О-о-о! С Кадутова забрали. Шрауд с пистолетом. Один против двоих. Продавит Яма. Один на один. Против красного устьева. У Шрауда нет дефьюз-хитов. Это проблема. Но нет, не проблема для Шрауда. Вот это грязь! Это лучший игрок этого турнира. Он должен получить это звание после такого раунда. Такое ход на крови демонстрирует Шрауд. Просто загляденье. А как зажался австралиец? И у него не было выбора. У него там 20 или 30 процентов здоровья. Ситуации для австралийцев не придумаешь. Но как выходят из этой ситуации парни? Мне кажется... О-о-о! Что? Я-то только что хотел сказать, что качки такие клачи не берут. А качок взял и взял. Вот вам и гламурная версия. Паша, смотри, он в ужасе. Он в ужасе. Но он понимал, что он попал в голову сопернику. И четко достав USP Tactical. Расстрелял спунжа. Спунж, конечно, мог получше разыграть эту ситуацию. Смотри, что творят ашеры. На ровном месте потеряли двоих. Но как стреляют ангелы. Карась! Просто уничтожил! Не играй как ашер. Стреляй как ангел.